я хотела остановиться где-то я сделала заложку сейчас наверное я вернусь еще хотела я хотела вот мы стане вчера поговорили я кое-что тут сказала да наверно небольшое обличение дата сейчас я тебе хочу сказать смотрим лука 12 голова 47 по 48 стих раб же тот который знал гуль господина своего и не был готов и не делал по воле его вид будет много а который не знал и сделал достойно наказание вид будет меньше и от всякого кому дано много многое потребуется и кому много верно с того больше в защиту но это я тут сейчас если своим словам хочу рассказать тебе если мы уже как бы евангелие знаем крещение полный буржей не приняли да уверовали покаялись устав есть многое знаем правило есть если мы это знаем но не исполняем мы будем наказаны биты больше а тот кто вне церкви они не знают из них спроса как бы меньше но мне что интересно блаженцы флаг там толкование но и им как говорится кто не давал узнать до них тоже высокой они тоже вот и дарает тебе говорю то чтобы сначала благовестия как это делать а с одной стороны надо молиться просить у бога господь сам в разуме ты благословит вот мне понравилось как например как-то я я не помню куда бежал по идем и у меня с собой и евангелий на берутся в книжку малой думка у господь пошлет и вот тоже иду молюсь слова с евангельской найду кому что сказать проповеда и господь сам разумел попалась женщина вот это как ее ходьба то я и говорю так интересная к ней подошла узнать вот мы с ней побеседовали не знаем что 15 не так господь расположил под раз и как можно спрошить господь дает откуда какие мысли берутся в процессе это выяснилось оказывается что она ну как все крещеные храм ходит правда редко библии есть может когда заглядывал читала читала там о постах конечно не поститься вечерние утренние ну то есть заповедь знает там что-то две-три она назвала тоже на заповеди не знает учет как слышал звон да не где он заказывает требую но все знают же только требуя кто-то умер там что-то заказать это все знают в церковь лавку там сходить сказать и все на этом я стою думаю ну как же говорю духовный закон то и дом какой я пример привести я и говорю вот представьте если сейчас говорю взять этот камень ильда подкинешь он же упадет на землю то сика не подкинуть он упадет она и говорит скажите какое образование я гордо у меня среди специально она говорит а у меня два высших образований я физик я говорю но надо же мне как господь это дал в точку попасть какой пример ты и думаю привести но я могла чем угодно а я крови физический закон то она и думает как у меня образование а я хотела сказать что вот смотрите когда камень подкидывал он падает то есть как бы ты его не кинул все равно упадет почему потому что силу притяжения действует да то есть физический закон действует но я хотел сказать это к чему что в духовной жизни тоже действует духовные законы если ты духовно чего-то не знаешь она тебя ну я знаю чего она хотела я хотел ей свое донести я и говорю в процессе выяснилось мне свою я хотел сказать что я искал о вечной жизни что душа вечная вот я хотел сказать что человек когда грешит греха он несет смерть души и веришь ты не веришь а духовные законы действуют они принесут тебе смерть души хочешь ты этого не хочешь они тебе свое как принесут и это почувствовать ждет время здесь время есть покаяться исправиться нам дается это время а когда придет время уже уходить то будет это поздно я и говорю и выяснилось в процессе и когда я стал говорить окастана и говорит а я за огромной жизнью верю вот договорились до чего я брюху или на как называется мы крещённые православные да она меня про дуще спросил я же повязан как себя два платка да это да ибо а евангелий красный стал предлагать вот это они не взяла я сразу смутила я бы там благословение есть патриарха сегодня нет нет на даче меня спросил православный я вхожу в храм посты соблюдают это все ну то есть пришлось сначала ей отчитываться что я там храм хожу то что многие же все равно если только начинаешь предлагать евангелие да еще не так повязано тем более повязан то сразу за православную но никак не признают не хотят а недавно еду идет мужчина мусульманин и говорит молеком салам я так это несколько секунд но неожиданно говорю христос воскрес но растерялся на страну с другой стороны чё сказать но ладно уже не стала кричать поворачиваться что-то объяснять что сказать то есть когда меня это принимать все-таки за мусульманин вот мне один рассказал кто-то страны проходил уже с кем мало знакомых может кем-то будет сказать что это мусульманин если вот так идёт а потом с кем-то одинаково другой раз еще они тоже так носят потом еще другим человеком когда-то на улице так же нами мало знакомых где-то может не на улице поговорили вот так один метод мусульманин решили а подожди и ничего не поняли я тебя не поняла ты хочешь сказать ты кому-то про меня говорил что у тебя совсем я тебя и не видела дальше так вообще говорили вот так видели кто они говорят а ну ты просто спрашиваешь да мне говорят мусульман ты угры а так например сейчас по союзу потом время прошло еще стали говорить показывает еще стали говорить мне сказали тоже не мусульманин гадали ну это базарат к столу показывает который сейчас почему так стали потому что гнаттихнич 30 миллионов да не 30 миллионов у меня есть там больше просмотров нет поспас там другой свадок поскольку это не видела совсем другое видео головин и половина волосы у нас православный шатеризм я видел какая-то но она община не община ну как можно назад община без устава или как угнать я понимаю истинная евангельская община которые по заповедям живет который вот у строгий устав как и на технике который все соблюдает все посты графе форма я сейчас хочу сказать вот икнать тихо честь ли у него устав и он все соблюдает вот начиная с внешнего внутреннего все там и соблюдается вот это истинная община на те которые просто собрались по какому бы либо шпаг ну как какие у них там интересы они вроде по духовному учет собрались молодежь у нас есть я видел в этом в нашем я не знаю что вместо это в интернете и они все молодежь без плотков хотя не при храме тоже не какое-то общество свое они сидят девчонки молоденькие там мальчишки у них есть какие у них интерес сейчас год они по спортивным интересам собираются что-то не спортом там увлекается и лагеря нервничают там все много чего но это не та община любой общину по сути можно собрать но христу ли она христу ли она братства евангельской ли она братства да по спасу как они это я вообще говорю у нас гор тоже многих любой общину можно собрать как говорится хоть коммунистов хоть по интересам хоть и рыбаков там любители до рыболовов хоть там кто чем увлекается они тоже община любая община но истинная евангельская община так которую до техниче таких на весь мир всего мужская две остальные есть которые еще может быть одна но там там далеко еще много у них нет так как на техничного не хватает них боговестия если вам нет у них поэтому это все очень сложно набрать людей чтобы организовать вот такое общину по такому столу 440 вставать одеть тот же самый платок чтобы все было закрытый причем чтобы ходить всегда и везде и на работе везде я что на работе тоже хожу в платке я говорю христианин должен быть везде христианин знать так и читать можно изучать это кто сказал евангелие это много будешь на с ума сойдешь да 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 так он прям бабушка так не сказала смотри говорит это я ты мне книги что советовать читать покупать и я шла наверно она мне знакомые она на варте сидела мы касаемся там такой на горы смотри много нельзя читать или что с ума сходит а потом